Вы в мире, человек? Невроз с бессонницей? Давление? Стресс? Примите Валимидин с валерьяной пустырником, боярышником, мятой и усиливающим их компонентом. Тащи! Уважаемые коллеги! Добрый вечер, уважаемые коллеги! Разрешите поприветствовать тех, кто после окончания рабочего дня собрались послушать такую актуальную тему, как нарастание антибиотика резистентности, как лечение тяжелых пациентов в отделении анестезиологии и реанимации с тяжелыми инфекционными процессами. Надо сказать, что от работы врачей всех специальностей, от правильности назначения антибактериальных препаратов и в амбулаторном звене, зависит то, как будут лечиться пациенты с тяжелой патологией, кардиохирургической и с общихирургической патологией, в стационарах медицинных, в медицинекритических состояний. Мы начинали нашу деятельность в начале 90-х годов, в 4-й городской больнице. У нас было небольшое кардиохирургическое отделение при тогда еще институте кардиологии. И достаточно длительное время основной нашей задачей было лечение кардиохирургических пациентов с изменениями гемодинамики на этапах освоения различных методик поддержки кровообращения, механической поддержки кровообращения. Если пациенты выживали первые, вторые, третьи сутки, в дальнейшем эти пациенты переводились в палату, и мы на нашей площадке даже не всегда отслеживали клинический анализ крови, биохимический анализ крови. И выживание пациента прежде всего зависело от компенсации гемодинамических проблем и дыхательных расстройств. Где-то в начале 2000-х годов, когда мы, как нам казалось тогда, вступили в эпоху золотой кардиохирургии, когда пациенты поправлялись, летальность составляла не более 1%, клиническое течение целого ряда пациентов стало отличаться. И все чаще и чаще появлялась заплегия и другие клинические проявления септического процесса. И все чаще и чаще мы стали получать вот такие вот посевы. И вот такие вот посевы, когда у одного и того же пациента и золотистый софилококк, и оценетобактер баумани, и клипсиэлопнемония, и, как вы видите, везде одни Р. Чем лечить таких пациентов нам было непонятно, и, безусловно, стала нарастать летальность, затраты на лечение пациентов также многократно возросли. Проблема сейчас до такой степени актуальна, что была собрана целая сессия Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2016 года, и в ее программе проблемы нарастания антибиотикорезистентности было основной задачей. Очень представительное заседание. Выступал министр здравоохранения Российской Федерации. И на сегодняшний момент нам стало совершенно очевидно, что наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями, наряду с онкологическими заболеваниями, проблема нарастания антибиотикорезистентности – это громадная медико-социальная проблема. И, как мы видим на этом слайде, к 2050 году более 10 миллионов человек ежегодно будут умирать инфекции, вызванных резистентными штаммами. Мировые потери за этот период составят громадные суммы. Для того, чтобы коллеги всех специальностей понимали, что написано в специальной литературе на этот счет, группа экспертов из Европы и Америки создала стандартизированную терминологию для описания резистентности. Выделяется мульти-драг-резистенс, когда изолят невосприимчив к крайней мере к одному агенту из трех антимикробных групп, экстрем или драг-резистенс, когда изолят невосприимчив ко всем, кроме двух или меньше антибикробных групп, и пан-драг-резистенс, нет чувствительности ко всем препаратам во всех группах для каждой бактерии. Пан-резистентная флора. Именно вот эта пан-резистентная флора является битчем очень многих отделений реанимации во всех странах мира. Механизмы резистентности грамм отрицательных микроорганизмов к антибиотикам очень многогранны. Мы за недостатком времени, несмотря на то, что времени у нас сегодня немало, не будем посвящать этому очень много времени. Важно то, что формирование устойчивости к антибактериальным препаратам – это естественное свойство микроорганизмов, выработанное в процессе эволюции. Полное предотвращение элиминации устойчивости абсолютно невозможны. Устойчивость рано или поздно развивается ко всем антибактериальным препаратам. Таким образом, во-первых, необходима стратегия сдерживания развития устойчивости. И во-вторых, нельзя делить отделение реанимации или хирургические, терапевтические отделения по тому принципу, что там, где есть устойчивость, эти отделения плохие, а там, где этой устойчивости нет, это отделение хорошее. На самом деле, принципы здесь несколько иные. В отделениях реанимации, в хирургических отделениях, где применяются самые высокотехнологичные методы лечения, зачастую выживают те пациенты, которые в других отделениях бы не выживали. И с течением времени количество пациентов, которые переживали тяжелые гемодинамические катастрофы, возрастает. И, соответственно, эти пациенты подвержены вторичным и, прежде всего, инфекционным осложнениям. Именно эти пациенты являются резервуаром для повышения устойчивости в целом в отделениях и в стационарах. Мы видим, как эта проблема в Европе с течением времени стала невероятно актуальной. В 2004 год, в 2009 год и сейчас в 2014 год вы видите, что вот этими драматически темно-красными цветами отмечены резистентные штаммы клепсилопнимонии, резистентные к цефалоспоринам. К сожалению, на этих картах даже в 2014 году территория Российской Федерации окрашена белым цветом. Это не значит, что у нас нет этой проблемы. Это значит, что наша территория как терроинкогнито, очень мало данных. К сожалению, наши методы инфекционного контроля, это в основном методы карательные. Очень мало регистрируется случаев назокомиальных инфекций, потому что вслед за этими регистрациями следуют, как правило, определенные проверки. И обычные стационары не заинтересованы в сборе данных. Слава Богу, в Российской Федерации есть коллективы энтузиастов, которые задолго до того, как эта проблема вышла на государственный уровень, проводили соответствующие исследования. Группа профессора Сергея Владимировича Яковлева еще в 2013 году провела исследование Эргини. Динамика резистентности различных назокомиальных штаммов, выделенных в отделении реанимации интенсивной терапии. 17,340 штаммов. Мы видим, как с 2006 по 2011 год стала возрастать резистентность. Динамика резистентности к липсиелы, выделенных в отделениях реанимации. Мы видим, что резистентность к имепенему растет драматически в эти годы. Динамика резистентности оценетобактер до 65% штаммов оценетобактер, прежде всего оценетобактер баумани, резистентна к терапии карбопинемами. Было проведено крупное исследование группы профессора Козлова. 21 город, 6 федеральных округов, почти 2000 клинически значимых штаммов грамм отрицательных аэробных бактерий. И мы видим, что данные, полученные в результате исследования, также весьма угрожающие. Угрожающий рост бета-локтомаза, расширенный спектр, продуцирующих атеробактерий среди драматоминальных инфекций, назокомиальные возбудители демонстрируют очень высокий уровень резистентности. Все это усугубляется тем, что количество появившихся новых антибиотиков на рынке в течение последних лет очень небольшое. Появляющиеся антибиотики не решают эту проблему на фоне неуклонно возрастающей устойчивости. Стоимость выхода на рынок новых антибактериальных препаратов, стоимость испытаний и тот срок, который нужно для того, привести на фармацевтический рынок и довести до стационаров, до отделения реанимации нового антибактериального препарата, на сегодняшний момент вот это вот время, которое для этого требуется, за это время уже формируется устойчивость. Поэтому компании зачастую не идут на это. По сути, для пациентов, о которых я говорил, у которых высокий уровень резистентности, наступает как бы постантибиотическая эра, неуклонный рост резистентности и глобальное распространение проблемных штаммов. О каких микроорганизмах прежде всего идет речь? Это группа ESCAPE по первым буквам. Enterococcus fetsum, ванкомицин резистентный. Это Staphylococcus aureus. Metacillin резистентный. Это Klepsilopneumonia KPC. Acinetobacter baumani, мультирезистентная. Синегнойная палочка псевдомоносорогеноза, также мультирезистентная. И вся группа энтеробактерий, выделяющих бета-лантромазы расширенного спектра. Именно эти микроорганизмы вызывают большинство проблемно-госпитальных инфекций, и именно они ускользают от действия антимикробных препаратов. Роль ацинетобактер, псевдомонос и группы энтеробактерий, выделяющих бета-лантромазы расширенного спектра. В 2008 году, когда впервые ввелось понятие ESCAPE, было максимальным. Однако сейчас на первый план, особенно в Российской Федерации и в нашем центре, в том числе занимает Klepsilopneumonia. Почему так важно об этом говорить? Мы видим на этом слайде результаты лечения, исходы, в зависимости от того, была ли эффективна стартовая антибактериальная терапия у пациентов, которые выделяют штаммы группы ESCAPE. И мы видим, что если стартовая терапия была неэффективна, это красным выделено, то результаты значительно хуже. Именно поэтому важно подбирать эмпирическую терапию для пациентов максимально рано, потому что от скорости назначения правильного антибиотика зависит исходы пациента. В чем проблема группы ESCAPE? Первая проблема – это то, что в течение заболевания у одного пациента и в целом в отделении, в стационаре или даже в регионе полирезистентность, мультидраг резинцесс, переходит к высокой резистентности, а затем и к панрезистентности. Мы видим, что резистентность у одного и того же пациента в течение недель пребывания в стационаре вот так вот увеличивается. Вторая проблема – это то, что назокомиальные инфекции переходят в общество, они переходят во вне больничную среду. Полирезистентные микробы регистрированы в небольничных инфекциях. Это и метициленорезистентный стафилококк, это энтерококкфециум в том числе, ванкомицинорезистентный теклипсиел, это шерихиоколли. О чем это говорит? Это говорит о том, что когда пациент поступает в стационар, в первые 24-48 часов его пребывания, допустим, в небольничной пневмонии, этот пациент, когда у него возникает инфекционный процесс, его, естественно, лечат по протоколам вне больничных инфекций, назначая антибактериальные препараты, которые эффективны по этим протоколам. Должны быть эффективны, а на самом деле результат отрицательный. Это либо усугубление течения инфекционного процесса, либо летальный исход. А проблема в том, что пациент уже был заражен, он уже был контаминирован назокомиальными штаммами. Мы видим, что распространенность грамм отрицательных штаммов мультирезистентной флоры менее чем за 48 часов пребывания в стационаре для синегнойной палочки, для энтеробактера, для клепсиелы, для иширихи и коли возрастает. Бета-локтомаза расширенного спектра. Настоящая история ужаса. Вот такой слайд я позволил себе вставить в эту презентацию, но действительно летальность очень высокая, поэтому, мне кажется, это было вполне уместно. Что такое БЛРС, которое все чаще и чаще упоминается в не только специфической литературе, но и в литературе по хирургии, по лечению инфекционных процессов, терапевтических специальностях и медицинно-критических состояниях? БЛРС — это ферменты, которые вырабатывают грамм отрицательных микроорганизмов, и они обуславливают резистентных этих бактерий почти ко всем бета-локтомным антибиотикам. Пенициллином, цифлоспорином, астрианам. БЛРС не наделяет бактерии какими-то особыми признаками вирулентности или патогенности. Тем не менее, опасность бета-локтомаза расширенного спектра определяется тем, что резистентность пенициллином и цифлоспорином ограничивает применение важнейших классов антибиотиков, которые применяются рутинно в стационарах, которые стоят небольших денег и которые годами были совершенно эффективны. Сопутствующая полирезистентность к другим классам антибиотиков, торхиналоны, аминогликозиды, другие группы. И быстрое распространение среди других грамм отрицательных бактерий. Частой клинической неэффективностью лечения и ростом летальности по сравнению с инфекцией вызваны не БЛРС-возбудителями. Также опасность БЛРС определяется экономическим ущербом, связанным с удорожанием и микробиологической диагностики, затраты на инфекционный контроль, применением дорогостоящих классов антибактериальных препаратов. В сегодняшней экономической ситуации это особенно важно. Цефалоспорины даже при чувствительности инвитро. Существует экспертное правило. При устойчивости энтеробактерий хотя бы к одному из цефалоспоринов третьего поколения, считать вероятной продукцию БЛРС и трактовать как устойчивость ко всем цефалоспоринам. Это означает, что по сути максимально часто использующиеся препараты для лечения тяжелых инфекций, то, что мы спокойно могли использовать в начале 2000-х и в середине еще 2000-х годов, на сегодняшний момент у очень большой группы пациентов цефалоспорины, по сути, как класс антибиотиков, становятся неактуальными. Какие факторы риска выделения БЛРС-продуцирующих энтеробактерий в течение первых 48 часов в стационаре? Это предыдущая госпитализация, это перевод из другого стационара, большое количество сопутствующей патологии, которая определяется индексом коморбидности, это предшествующая терапия бета-локтамами или фторхиналонами, катетализация мочевого пузыря в анамнезе в возраст старше 70 лет. Перед нами вырисовывается профиль пациента, который зачастую как раз лечится в федеральных учреждениях, в больших тысячниках, в больших стационарах. И эти пациенты, попадая в отделение реанимации с хирургической патологией, до этого зачастую принимали бета-локтамы или фторхиналоны совершенно без показаний. То есть у них не было особых показаний. Либо это было самолечение, либо самые простые инфекции лечились антибактериальными препаратами в течение длительного времени, либо вовсе назначались на вирусную инфекцию. Почему это так все важно? На этом слайде показано влияние стартовой антибактериальной терапии на смертность у пациентов с инфекцией кровотока у энтеробактерий, выделяющих БЛРС. Достаточно очевидный слайд. При адекватной стартовой терапии летальность меньше 19%, при неадекватной летальность около 60%. Однако, если в результате лечения изменение терапии на другой препарат, на адекватный препарат по посевам, произошло через 72 часа, летальность практически 50%, поэтому настолько важно правильная эмпирическая терапия, назначенная в срок 6, максимум 8 часов после развития тяжелого инфекционного процесса. И если мы рассчитываем на то, что такая терапия будет эффективна, это прежде всего, конечно, карбопинема. Мы видим здесь данные 2004 года, когда стартовое применение карбопинемов позволяло достигнуть летальности при бактериемии, вызванной клепсилой и пневмонии, менее 4%. Все остальные группы антибактериальных препаратов демонстрировали совершенно другие цифры 14-дневной летальности. Чему это все привело? Это приводит к тому, что увеличивается число штамма БЛРС-продуцентов, и мы вынуждены увеличивать использование карбопинемов. Увеличение числа применяемых карбопинемов приводит к селекции карбопинем-резистентных штаммов во всем мире, и в Российской Федерации в том числе. Эти штаммы передаются от пациента к пациенту, из отделения в отделение, из региона в регион, по сути вызывая эпидемию карбопинем-резистентности среди синегнойной палочки, среди ацинетобактер, среди всей группы эндоробактерий. Мы видим, что на сегодняшний момент более 80% ацинетобактера баумани, это данные 2013 года, сейчас ситуация еще хуже, около 23% клепсилопневмонии, сейчас данные еще более угрожающие, 30% синегнойной палочки, резистентны к применяемым карбопинемам. Вот так вот меняется ситуация по распространению резистентных штаммов к лисеолопневмонии в странах Европейского Союза. В 2004 году такой проблемы не существовало, в 2009 год это проблема только Южной Европы, сейчас это проблема уже практически всей Европы. распространение основных карбопинемаз в Европе, то есть тех механизмов резистентности, это КПС, это УКСА-48, ВИМ, НДМ штаммы, Нью-Дели штамм карбопинемаз. Колоссальная проблема, которая приводит и к увеличению летальности, и к огромным затратам на лечение. Мы видим, что в Европейском Союзе огромные средства на сегодняшний момент тратятся на выявление вот этих вот карбопинемаз. Каждый штамм детектируется и метически проводится создание карт и внутри стационара, и внутри каждых из стран. И хорошо бы, чтобы эта работа проводилась на таком же уровне, не только в научном плане или в научно-практическом плане, но чтобы это была государственная программа и в Российской Федерации. Когда ожидать карбопинемрезистентность в лечении у пациента? По сути, те же принципы, как в случае с бета-локтомазом расширенного спектра действий. Это пациенты с тяжелой сопутствующей патологией, предшествующие использования второхиналолов, эцефалоспоринов, это пациенты, у которых выявлялись бактериемии. Меры борьбы. Профилактика назокомиальных инфекций. Прежде всего, конечно, это меры инфекционного контроля. На сегодняшний момент часть из этих мер реализуема, часть из этих мер реализуема не до конца, но любые усилия в инфекционном контроле невозможно переоценить. Перегруженность отделений, изоляция пациентов назокомиальными инфекциями и создание отдельных сестринских постов. Да, это дорого, но если не идти по этому пути, стоимость лечения всех остальных пациентов, к сожалению, будет настолько высока, что дешевле изолировать пациентов. Огромное значение имеет антисептическая гигиена рук. При посещении отделений реанимации в странах Западной Европы, тех, кто бывал на стажировках, или, может быть, даже в каких-то фильмах, сериалах это видел, прежде всего, это обработка рук. Можно не переодевать одежду, можно даже одевать бахилы на несменную обувь, но антисептическая гигиена рук имеет колоссальное значение. В нашем отделении, когда мы всерьез стали заниматься инфекционным контролем, у каждой койки был не один препарат, не один флакон препарата, который при каждом подходе к пациенту перед тем, как одеть перчатки, антисептически обрабатывали с руки. Применение стерильных перчаток и высокоэффективных антисептик. На сегодняшний момент использование фруцелина, или каких-то других устаревших методов, которым пользуются во многих еще, к сожалению, центральных районных больницах, абсолютно неэффективно. Точно так же, как нарастает резистентность к антибактериальным препаратам, такая же резистентность у микроорганизмов есть и к применяющимся антисептическим средствам. Поэтому, когда речь идет о диагностике, о создании своего пейзажа микробиологического, надо смотреть в том числе и на эффективность применяемых вами антисептических препаратов. Использование одноразовых расходных материалов. Сейчас, наверное, нигде не используются ни одноразовые шприцы, но различные технологии, которые мы используем в нашем лечении, должны подразумевать максимальное количество одноразовых материалов. И катетеров, и целого ряда других вещей. стерилизации и дезинфекции высокого уровня. Создание специальных отделений, которые этим занимаются. При строительстве новых стационаров, к счастью, эти вопросы решаются. Но, когда в том или ином стационаре проводится ремонт, имеет большое значение оснащение вентиляционными системами положительного давления, фильтрации воздуха при строительстве операционных. Понятно, что это все находится в компетенции высокой администрации, но, тем не менее, понимание, что без поддержания оптимального микроклимата фильтрации воздуха невозможно. Режим закрытых дверей и окон. Можно создать новую реанимацию, по самым современным принципам ее оснастить, и не закрывать двери, и не получить никакого хорошего эффекта. Разумное ограничение количества персонала. Казалось бы, это не проблема для наших реанимаций, где персонала, как правило, не хватает. Тем не менее, разумное распределение персонала по помещениям, разумное ограничение количества персонала, которые занимаются тем или иным пациентом, тоже имеет большое значение. Не применять липкие коврики у входа в операционную, это уже доказанный факт. Наличие хирургического костюма, маски, головного убора, полностью закрывающего волосы, отказ от применения щеток и губок перед каждой операцией, отстранение от работы персонала с признаками общих инфекционных заболеваний, инфекционных поражений кожи. Один этот способ выявления инфицированного персонала может снизить количество назакамиальных осложнений на несколько десятков процентов. Выявление и лечение инфекцией иных локализаций. Целесообразно не удалять волосяной покров с операционного поля, за исключением случаев, когда он может препятствовать операции. При всем консерватизме хирургов это абсолютно сейчас доказанный принцип. При необходимости удалять волосяной покров непосредственно перед операцией, а не накануне. Использование для этого машинок и депиляторов но не бритвы и очищение операционного поля моющим средством перед обработкой антисептика. Огромное значение имеет обучение медперсонала работы и уходу с периодической оценкой знаний правил асептики, антисептики, навыков катетеризации и ухода. Этот вопрос конечно напрямую связан с мотивацией персонала. Но сейчас к счастью все-таки в лечебных учреждениях есть определенная я надеюсь что она и будет сохраняться определенная конкуренция и даже меры не только материальной но и моральной мотивации персонала имеют очень большое значение. В нашем отделении я как заведующий много посвящаю этому времени и говорю прежде всего о том что отсутствие тяжелых инфекционных осложнений облегчает работу соблюдения простых правил знаний этих правил и их соблюдение экономит силы и средства самого персонала в особенности сейчас когда есть определенная связь между стоимостью лечения и уровнем заработной платы. Катетеризация сосудов строго по показаниям соблюдения сроков катетеризации соблюдение контактных мер предосторожности во время установки различных катетеров применение современных антисептиков с доказанной эффективностью для обработки рук персонала кожи пациентов инфекционных портов я уже говорил о важности именно этого применение в качестве повязки прозрачной полупроницаемой наклейки ежедневные осмотры пальпации места катетеризации наблюдений через прозрачную наклейку немедленная смена инфузионных систем после переливания крови в компоненты и жировых эмульций что не так просто для анестезиологов реаниматологов с большим стажем не проводить рутинную замену центрального венозного катетера и обязательный запрет на замену катетера по проводнику если необходимо заменить катетер необходимо обязательно пунктировать либо на другой стороне либо на несколько сантиметров от места инфекционного осложнения замена катетеров установленных без полного соблюдения правил осентики антисептики например которые устанавливались на фоне реанимационных мероприятий сразу после стабилизации состояния пациента не позднее чем 48 часов мочевые катетеры обучение персонала методикам катетеризации это невероятно важно потому что если значительная часть персонала понимает принципы асептики антисептики катетеризации сосудов то зачастую катетеризация мочевого пузыря это кажется такой простой рутинной манипуляцией которая не требует каких-то особых правил это совершенно не так потому что уросепсис это грозное осложнение строгое соблюдение правила септики антисептики при катетеризации прерывистая катетеризация там где это возможно когда не требуется в течение длительного времени измерения почасового диуреза можно время от времени катетеризировать мочевой пузырь при необходимости выпускать мочу и таким образом уменьшается количество инфекционных осложнений отказ от рутинного промывания дренажной системы и мочевого пузыря наши коллеги которые занимаются этой проблемой в урологических стационарах и анестезиологи и аниматологи и урологи перед промыванием рекомендуют профилактическое назначение антибиотиков насколько это опасно с точки зрения восходящей инфекции менеджмент при проведении механической респираторной поддержки интубации трахеи обязательная аспирация из-под связочного пространства обязательно возвышенный головной конец я буду об этом говорить и далее предотвращение перерастивания желудка наличие декомпрессии желудка с помощью зонда обязательная неоднократная в течение дня обработка полости рта прежде всего это хлоргексидин там где это возможно применение методик респираторной поддержки без использования мерилоксантов за счет возможностей респираторов которые закуплены уже все-таки в большинстве лечебных учреждений в России ранее трахеостомия в стерильных условиях когда если нету возможности экстубировать пациента на 3-4 сутки когда совершенно очевидно что респираторная поддержка будет длительной ранняя трахеостомия применение закрытых аспирационных систем там где это возможно или во всяком случае использование при открытых аспирационных системах строго одноразовых катетеров и обязательно согревание увлажнение дыхательной смеси использование бактериальных фильтров методы инфекционного контроля там где они соблюдаются безусловно позволяет в значительной степени уменьшить скорость распространения резистентности но ни в коем случае не предотвратить ее в полной мере в 2012 году вышло вот это вот совершенно с моей точки зрения обязательное прочтение не только врачам анестезиологам лимонтологам и хирургам но обязательно администрации стационаров национальные рекомендации которые звучат как стратегии тактика применения антимикробных средств лечебных учреждениях России здесь изложены принципы рационального применения антимикробной терапии мероприятия направлены на уменьшение использования антимикробных препаратов в целом без серьезного вовлечения администрации лечебного учреждения создания мультидисциплинарных команд по борьбе с резистентностью не справятся в нашем центре к счастью администрация в полной мере понимает опасность нарастания резистентности и поэтому меры которые здесь изложены на значительной степени реализованы это прежде всего административное ограничение отпуска антибиотик те времена когда казалось что каждый врач может совершенно спокойно исходя из своего опыта исходя из своих знаний назначить любой антибактериальный препарат и вытащить его из ящика где он лежит у тебя в отделении эти времена к сожалению прошли на сегодняшний момент должна быть обязательная система когда назначение тех или иных антибактериальных препаратов от простого врача дежурного врача простого ординатора через заведующего отделения через клинического фармаколога через аптечную систему внутри стационара должна функционировать ограничение комбинированного назначения антимикробных препаратов ограничение продолжительности антибактериальной терапии вы видите я как врач более чем с 20-летним стажем мне поначалу как и очень многим коллегам тяжело было произносить вот эти одни и те же слова ограничения мы всегда очень трудно относимся к ограничениям но в данном случае мы их поддержали административное ограничение профилактического использования антибиотиков и консультации клинического фармаколога на всех этапах лечения создание формулярных списков когда условно в отделении офтальмологии невозможно пользоваться теми же препаратами которыми пользуются в реанимации которые занимаются инфекционными осложнениями после серьезных хирургических мешательств этот формулярный список предназначен для ограничения доступности отдельных антимикробных препаратов внедрение деэскалационного подхода назначения антимикробных препаратов при тяжелых инфекциях это означает что на ранних этапах первые 6 часов после развития тяжелого инфекционного процесса назначается антибиотик широкого спектра после того как приходят данные посева по стабилизации состояния если есть возможность перейти к антибиотикам более узкого спектра деэскалируется эта терапия несмотря на то что вначале назначенный антибактериальный препарат был эффективен локальный микробиологический мониторинг еще 10-15 лет назад грамотный врач хирург терапевт анестезиолог реаниматолог доставал при необходимости назначить антибактериальный препарат своему пациенту справочник это мог быть Сэнфорд это мог быть другой современный на тот этап зарубежный справочник по антибикробной терапии сейчас это не работает локальный микробиологический мониторинг позволяющий создать локальный микробиологический пейзаж именно вашего отделения даже не стационара в целом а отделение и назначаемые антибактериальные препараты в рамках эмпирической терапии могут совершенно не соответствовать самым правильным рекомендациям которые были даны в этих справочниках еще несколько лет назад и создание локальных рекомендаций и национальных рекомендаций по антимикробной терапии инфекций национальных рекомендаций не в плане конкретных антибактериальных препаратов а создание принципов их назначения в этих условиях многократно возрастает роль клинического фармаколога отслеживание локального микробиологического мониторинга контроль адекватности выбора эмпирического режима на первом этапе терапии контроль адекватности выбора и театропной терапии контроль адекватности режима в дозировании Эти задачи лежат на этом специалисте вместе с лечащим врачом, вместе с анестезиологом, реаниматологом. Безусловно, когда в большом стационаре, тысячнике, один клинический фармаколог, он не в состоянии справиться с этой задачей. С моей точки зрения, опыт нашего центра, где есть отдел клинической фармакологии, где работают в настоящий момент 6 специалистов, его возглавляет доктор-специалист по клинической фармакологии, который решает стратегические задачи, а клинический фармаколог, за ними закреплены каждое конкретное отделение. Клинический фармаколог знает наш локальный пейзаж, и на сегодняшний момент это экономит большие средства, кроме того, что позволяет эффективно лечить пациентов и спасать пациентов. Антибиотика-профилактика. Крайне важны меры по ее рационализации. Важно помнить, что антибиотика-профилактика – это всего лишь метод предупрещения попадания инфекционного агента с кожи пациента при пункции или разрезе в операционную рану. Это ни в коем случае не антибиотикотерапия. Поэтому доказана эффективность короткой переоперационной антибиотика-профилактики инфекции в области хирургического вмешательства. Причем достаточно в большинстве случаев однократного введения антибиотика до кожного разреза. Пролонгирование антибиотика-профилактики свыше 48 часов после операционного периода нерационально, даже если речь идет о многоклапанной коррекции в кардиохирургии. Введение антибиотика с целью профилактики осуществляется с течения 1 часа до разреза кожи. И чаще всего с целью профилактики они отменяются в течение 24 часов после окончания операции. Обоснование профилактического применения антибиотика в течение часа до разреза кожи или 2 часов при применении ванкомицина или вторхиналона с целью профилактики. Цифалоспорины 1-2 поколения являются оптимальными антибиотиками при большинстве операций, однако требуют дополнительного назначения антинаэробного препарата, если речь идет об операциях на толстой кишке. Рутинное применение ванкомицина показано, если только высокий риск инфекции МРСА у каждого конкретного пациента, либо если очень высокий процент выделяемой метициллино-резистентного стафилокока по данным локального микробиологического пейзажа. Ни наличие дренажей в полостях, ни катетеров, ни внутриотальная баллонная контрапульсация, ни экстракорпоральная мембранная эксигнация, ни длительная интубация трахеи. Все это не является аргументом продолжения антибиотикопрофилактики. Антибиотикотерапия назначается только при клинико-лабораторных признаках инфекционного процесса при наличии инфекционного диагноза. Подчас этот диагноз поставить достаточно сложно. Мы имеем дело с нарастанием системной воспалительной реакции, с лихорадкой. Нам сложно определить источник этого инфекционного процесса. Но тем не менее должна быть хотя бы какая-то рабочая версия. Это может быть инфекция нижних дыхательных путей, это может быть инфекция кожи мягких тканей или области хирургического вмешательства, это может быть инфекция мочевыводящих путей. Но какой-то инфекционный диагноз, если вы назначаете антибиотикотерапию, обязан быть выставлен в истории болезни. И даже не настолько важно, что в истории болезни в голове у назначающего антибактериальный препарат врача. Мы провели достаточно короткое исследование, 54 пациента всего после кардиохирургических операций с использованием экстракорпорального кровообращения. Пациенты разделены на две группы с наличием инфекционного процесса после трех суток пребывания в реанимации. И назначением дальнейшей антибактериальной терапии 25 пациентов. Вторая группа – это те пациенты без признаков инфекционного процесса после трех суток нахождения в реанимации, не получавшие терапию после этих трех суток, за исключением профилактики. 29 пациентов. У этих пациентов оценивались общеклинические, инструментальные и лабораторные критерии инфекционного процесса. И мы без удивления на самом деле для себя обнаружили, что после операции с искусственным кровообращением ни по уровню лейкоцитов, ни по уровню цирреактивного белка, ни по палочкой ядерному сдвигу в лейкоцитарной формуле эти пациенты в группах не отличались. Таким образом, короткий и четкий вывод, который мы сделали в рамках этого небольшого исследования, показатели системной воспалительной реакции не позволяют проводить дифференциальную диагностику между асептическим инфекционным характером системной воспалительной реакции первые 72 часа после операции с искусственным кровообращением. Казалось бы, вывод очень локальный, но тем не менее, по этому принципу, и мы общались на эту тему с коллегами и смотрели соответствующую литературу, после тяжелой сочетанной травмы, после больших объемных хирургических вмешательств, первые 48-72 часа пациенты демонстрируют повышение температуры, демонстрируют нарастание системной воспалительной реакции и проконцертонинного теста даже. Это не является основанием для назначения антибактериальных препаратов. И когда мы перестали назначать антибиотики у пациентов, у которых после операции с искусственным кровообращением ЦРБ был больше 100, пациентов, которые имели 38 температуры, либо повышались уровень лейкоцитов до 15 тысяч, мы уменьшили расход антибактериальных препаратов и ни в коем случае не ухудшили свои результаты. Следующий огромный пласт, который необходимо использовать при назначении антибактериальных препаратов, это стратификация госпитализированных пациентов с инфекцией с учетом риска полирезистентных возбудителей инвазивного кандидоза. Все пациенты делятся на несколько типов. Первый тип – это внебольничная инфекция, не было обращений за медицинской помощью последние 3 месяца, не было антибактериальной терапии в течение последних 90 дней. Пациенты без тяжелой сопутствующей патологии, соответственно, у этих пациентов нет риска выделения полирезистентной флоры. Второй тип – это внебольничная с факторами риска продуцентов бета-локтомаза расширенного спектра. Эти пациенты обращались за медицинской помощью, это дневной стационар поликлиники, гемодиализ, нахождение в учреждении генетельного ухода, либо госпитализация последние 3 месяца. Была предшествующая терапия антибактериальными препаратами последние 90 дней. У этих пациентов есть тяжелая сопутствующая патология, и эти пациенты имеют высокий риск выделения энтеробактерий и продуцентов бета-локтомаза расширенного спектра действия. 3А – это назокомиальная инфекция без факторов риска. Длительность нахождения в стационаре менее 7 дней вне реанимации, отсутствие оперативных вмешательств. Эти пациенты не получали антибактериальную терапию или профилактику более 24 часов. Также риск выделения бета-локтомаза расширенного спектра действия. Тяжелая группа 3Б и 4. 3Б – это назокомиальная инфекция с факторами риска. Длительность нахождения в стационаре более 7 дней, либо в реанимации более 3 дней. Инфекция, возникшая после оперативных вмешательств. Предшествующая антибактериальная терапия. Тяжелое декомбинтированное течение основного заболевания, либо наличие тяжелой коморбидности. И тогда наряду с БЛРС высокий риск выделения метициленорезистентного стафилококка с синегнойной палочки. Четвертый тип – это пациенты, у которых также высокий риск инвазивного кандидоза. Зачем это все нужно? Это нужно с тем, чтобы после стратификации риска пациента, у которого возник инфекционный процесс, назначать соответствующие терапии. Если речь идет о пациентах первого типа, то тогда вполне эффективны цифалоспорины с высокой степенью вероятности. Можно работать эмоксикламом, можно работать вторхиналонами. Если речь идет о пациентах второго типа, то тогда цифалоспорины, как правило, будут уже даже в большинстве лечебных учреждений в России неэффективны. Тогда приходится работать корбопинемом первой группы, ртопинем, либо вторхиналонами в сочетании с метронидозолом, либо это петлицелинтозабактам. Пациенты третий и четвертый групп – это так называемые большие корбопинемы или корбопинемы второй группы. Это цифаперозонсульбактам, это антисинегнойные цифалоспорины в сочетании с метронидозолом. У пациентов четвертой группы требуется рассмотреть необходимость использования современных противогрибковых препаратов. В нашей реанимации мы применили стратегию контроля антибактериальной терапии. И стартовая эмпирическая антибактериальная терапия назначается в зависимости от степени риска выделения микроорганизмов-продуцентов бета-лактомаз расширенного спектра действия, либо метациленрезистентного стафилокопа. Мы ограничили и практически полностью прекратили применение цифалоспоринов третьего поколения и вторхеналонов в рамках монотерапии. Мы, как только возможно, ограничили применение кробопинема второго типа и антибиотиков, воздействующих на цинетобактер баумани за счет использования стартовой терапии ртопинема или пиперцелинтезобактама у пациентов второй и третий типа по шкале стратификации риска стратегии антимикробного контроля. Деэскалационный режим терапии с учетом быстрого выделения штамповом микроорганизмов с чувствительностью к антибиотикам. Мы видим, что применение ртопинема оправдано тем, что кроме как воздействия на синегнойную палочку, по сути, и на цинетобактер баумани, по сути, по своему спектру активности, кробопинем первого типа ртопинем ничем не отличается и мепинема, и меропинема. Использование ртопинема не сопровождается селекцией былой распродуцирующей контрабактерии по целому ряду исследований. Фактором риска селекции полирезистенты синегнойной палочки является широкое применение трохинолонов и антисинегнойных карбопенемов. Из-за обмена антисинегнойных карбопенемов, то есть меропенема, имепенема и дорепенема наертепенема, приводит к снижению частоты выделения полирезистенты синегнойной палочки и восстановлению чувствительности к имепенему. Есть определенные представления о том, что эртопинем не является госпитальным препаратом, или тем более он не является препаратом, который используется в отделениях реанимации интенсивной терапии. Клинический пример далеко не единичный для нас. Пациент 72 лет, тяжелая ишемическая болезнь сердца, стенокардия третьего функционального класса, метральная недостаточность после перенесенного инфаркта. За 3 месяца до госпитализации вне больничной пневмонии с использованием цифлоспоринов и фторхиналонов. Выполнено мамаро-ортокоронарное шунтирование, пластикометральный клапан, умеренные дозы инотропной возопрестанной поддержки, дыхательная недостаточность, продленный ВЛ в режиме БИПАП, индекс эксигенации около 150, то есть тяжелый пациент. На четвертые сутки возникают инфекционные процессы, сопровождающиеся лихорадкой, лейкоцитозом, повышение пропельцитонинового теста, гнойный характер мокроты и выявляется правосторонняя нижняя долевая пневмония по данным рентгенограммы и компьютерно-томографического исследования. Мы назначаем этому пациенту, поскольку у него 3А тип, ртопинем, за 3 часа инфузию 1 грамма 1 раз в сутки и получаем достаточно хороший эффект. На шестые сутки при бактериологическом исследовании выявляется клепсила пневмонии бета-локтомаза расширенного спектра продуцент из крови также. На восьмые сутки повышение индекса оксигенации пациента удалось экстубировать. На фоне неоднократных сеансов неинвазивной вентиляции легких пациент продемонстрировал положительную динамику, была выявлена положительная рентгенологическая динамика и ПКТ, снижение доз возопресанной поддержки, затем стерильные посевы, и пациент на 12-е сутки был переведен в выделение сердечно-сосудистой хирургии. То есть монотерапия карбопинема 1 типа была в принципе достаточно эффективна. Мы применяем антибактериальные препараты в максимальных дозировках или даже подчас дозировках оффлэбл. Я стесняюсь об этом говорить. Я все-таки работаю в федеральном центре, и у нас с этим несколько проще с юридической точки зрения. Мы можем собрать врачебную комиссию, у нас в принятии подобных решений принимает участие, безусловно, клинический фармаколог. Мы всегда применяем продленные инфузии для карбопинемов. Обязательно учитывается фармакокинетика и фармакодинамика препаратов при септическом процессе, и там, где это возможно, используется ингаляционный путь введения при инфекциях нижних дыхательных путей. Мы видим, что один и тот же меропинем имеет совершенно разные результаты при его болестном или применении, либо когда речь идет о постоянной инфузии. Необходимость соблюдения угла наклона. Мы уже видели эти принципы, но я в данном слайде объединил их. Вот эти немедикаментозные меры по предотвращению нарастания резистентности и, прежде всего, профилактике назокомиальной пневмонии. Периодический контроль положения желудочного зонда, перистальтики кишечника и усвоение вводимой смеси. Контроль за давлением в манжете эндентрохиальной трахеостомической крупки и обработка кожного покрова. Строго одноразовые катетеры для санации. Мы для себя приняли открытую систему, когда мы санируем каждый раз одноразовыми катетерами. А только одноразовые контуры при механической респираторной поддержке. Согревание и увлажнение дыхательной смеси при продленной ВЭЛШ и широкое использование неинвазивной вентиляции легких. Это очень важно. Не держать пациента на эндотрохиальной трубке, там, где есть возможность применять неинвазивные методы респираторной поддержки. Более 48 часов пребывания пациента на механической респираторной поддержке многократно увеличивают риск развития незаконимальной пневмонии. Обязательно тщательный контроль инсулинотерапии, который поддерживает уровень глюкозы. Безусловно, у нас есть для этого хорошие возможности анализы кислотно-основного состояния. Уровень глюкозы мы берем у тяжелых пациентов не реже, чем каждые 4 часа. Но в этих условиях мы стараемся поддерживать вот такой вот уровень гликемии. Я говорил уже об ограничении комбинированной терапии. И тем не менее, когда она нужна? Эмпирическая комбинированная терапия обязательно используется, когда речь идет о септическом шоке, госпитальной вентиляторо-ассоциированной пневмонии, когда речь идет о тяжелой вне больничной пневмонии, там где речь идет о риске выделения мультирезистентной флоры и высокий риск выделения синегнойной палочки. Однако терапия должна быть оперативно прекращена или деэскалирована до монотерапии на основании культуральных исследований. И обязательно речь идет о целевой терапии инфекции, вызванной синегнойной палочкой, о цинетобактер баумани, и в настоящий момент, к сожалению, полиепанорезистентной эклипсиевой пневмонии. Мы видим, что летальной зависимости от режима терапии, когда речь идет о тяжелых инфекциях, применение одного активного препарата так же малоэффективно, как применение вовсе неэффективного препарата, в отличие от применения двух, а в настоящих условиях, это исследование 2009 года, и трех активных препаратов, когда речь идет о преодолении панорезистентности. Очень часто сталкиваешься, когда рецензируешь историю болезни, общаешься с коллегами, с такой ошибкой, когда анализируют данные посевов, обнаружив чувствительность к одному из антибактериальных препаратов при выделении синегнойной палочки или крипсиевой пневмонии, полирезистентной. Вначале назначается, например, меропинем, терапия неэффективна, потом назначается тегоциклин, терапия также неэффективна, через 14 дней, к сожалению, летальный исход, пациент погиб, потрачены силы и средства на адювантную терапию, на заместительную почвенную терапию. Подчас складывается ощущение, что это доказано многочисленными исследованиями, когда одновременное применение двух активных препаратов позволило бы достичь положительного результата при меньших расходах, несмотря на то, что стартовая терапия стоила бы значительно дешевле. Особенно терапия, комбинированная, снижает летальность при криписи бактеремии, сопровождающейся септическим шоком. Таким образом, в наших реанимационных отделениях мы обязательно применяем комбинированную терапию инфекций, вызванных оценетобактер баумани и синегнойной палочкой. Огромное значение имеет использование принципов фармакокинетики антибактериальной терапии при тяжелом сепсисе. Мы видим, что септический процесс зачастую сопровождается увеличением сердечного выброса, синдромом капиллярной утечки, гипоальбуминомии. Это приводит к снижению концентрации, реальной концентрации препаратов плазмы и тем самым снижении эффекта. Зачастую у пациентов на этом фоне есть нарушение функции печени, почек, на последних этапах снижение сердечного образа и таким образом повышение концентрации препаратов плазмы и высокая тактичность. Без клинического фармаколога очень трудно зачастую определить знаковые дозы, значимые дозы препарата. И тем не менее, чаще всего мы недодозируем антибактериальные препараты при септическом процессе. Надо работать большими дозами, об этом много литературы, и мы убедились это на собственном опыте. Дозы каких антибиотиков следует увеличивать при септическом процессе? Те препараты, которые имеют низкий объем распределения, они требуют увеличения доз. Это прежде всего карбопинемы, это цефалоспорины. Препараты с высоким объемом распределения применяются обычные дозы. Это линозолит, это тигациклин, это вторхиналоны, это макролиты. Благодаря внедрению вот такого подхода мы провели исследование в 2013 году и сравнили его с 2014 годом, когда у нас увеличилось количество в 2012 году инфекционных осложнений, увеличили значимые расходы, и мы поняли, что необходимо внедрять соответствующую стратегию на основании национальных рекомендаций. Резистентность большинства выделяемых штаммах микроорганизмов в сравнении с 2013 году и 2014 году снизилась. В особенности мы получили неплохие данные по клепсиэлопнимонии. К сожалению, сложно что-то было сделать с резистентностью синегнойной палочки. К счастью, она выделялась в небольшом проценте случаев, и ничего не удалось сделать с эссенетобактер баумани. На этом слайде представлены устойчивость энтеробактерий карбопинема в сравнении с 2013-2014 годом. Вы видите довольно оптимистичные данные к цефалоспоринам и карбопинемам. Мы посчитали индекс лицкальцинной устойчивости, и мы обнаружили, что применение вот этих принципов, о которых я говорил, позволило улучшить экологию отделения по большинству выделяемых штаммов, кроме, к сожалению, оценетобактер баумани. Уменьшилось количество потребляемых антибактериальных препаратов прежде всего за счет больших карбопинемов, так называемых имепинем, меропинем. И без сколько-нибудь значимого ухудшения результатов, на такой же абсолютно процент летальности, мы сэкономили достаточно значительные средства. Таким образом, первые результаты внедрения программы стратегии антимектробного контроля в работу реанимации привели к улучшению чувствительности большинства проблемных штаммов к антибиотикам, к значительному сокращению потребления антибактериальных и противогрибковых препаратов. Тем не менее, актуальной остается проблема панрезистентной аценетобактер баумани, в настоящий момент эклипсиела пневмония и синегнойная палочка. Создание регулярно обновляемого протокола эмпирической антибактериальной терапии, как плод работы клиницистов, клинического фармаколога и администрации, это необходимое условие улучшения результата и снижения стоимости в реанимации. И работает над этим, безусловно, мультидисциплинарная команда, которая поддержана на уровне администрации. Что же делать, когда, тем не менее, мы сталкиваемся с тяжелыми инфекционными процессами, вызванные грамм положительной, грамм отрицательной флорой, какие есть новые возможности? Возвращаясь к предыдущему слайду группы ESCAPE, мы выделяем горячие точки антибиотикорезистентности в стационаре. Это прежде всего метициленорезистентный эстафилококк, это клипсиэлопнемония шерильхии колли с множественными механизмами устойчивости к цефалоспоринам, карбопинемам, каминогликозидам. Это оценетобактер баумани и это синегнойная палочка. В нашем конкретном стационаре самая большая проблема, как я уже говорил, клипсиэлопнемония. Процент МРСА невысокий. Поговорим вначале о грамм положительной флоре. Если речь идет о МССА, метициленчувствительности филококк, то здесь можно работать достаточно традиционными антибактериальными препаратами и недорогими. Значительно сложнее бороться с инфекцией, вызванной метициленрезистентности филококк. Традиционно золотым стандартом считался ванкомицин и дополнительно применялись линозолит, савтобипрол, дептомицин. Какие сейчас в настоящий момент существуют проблемы в лечении грамм положительных инфекций? Прежде всего, это проблема неуклонного нарастания резистентности к ванкомицину. Все чаще и чаще в наших анализах, к счастью, у нас меряется минимальная подавляющая концентрация, я понимаю, как тяжело работать в стационарах, где такой возможности нет. Выявляется так называемая промежуточная МПК к ванкомицину, полтора-два микрограмма в миллилитре. К чему это приводит? Обычные дозы в отсутствии лекарственного мониторинга, такого нет и в центре Алмазова, к сожалению, приводят к неадекватной антибактериальной терапии и тем самым к септическому шоку. А превышение дозы, то есть дозы больше, чем по грамму дважды ванкомицина, чревато развитием токсического эффекта, прежде всего, нефротоксического эффекта. На этом слайде представлена резистентность и чувствительность к грамм положительных микроорганизмам к различным современным препаратам. Чем сегодня мы работаем, кроме как с ванкомицину? Ленозолит. Прекрасный препарат, хорошая тканевая пенетрация, стабильная фармакокинетика при нарушении функции почек, не надо изменять дозировки. Но, к сожалению, этот антибиотик ограничен при ангиогенных инфекциях, он бактериостатик. Даптомицин. Быстрый бактерицидный эффект в отношении штаммов с МПК к ванкомицину больше, чем 1 мкг в мл. Высокая активность против микробов в биопленках. Однако до сих пор не является решенным вопросом дозы его при бактериемии. Большинство специалистов, и мы склоняемся к такому же мнению, говорят о том, что рекомендованная доза в 6 мг на килограмм недостаточно и работает дозами в 8-10 мг на килограмм. И этот препарат неэффективен при пневмонии. Его в этом случае ни в коем случае нельзя применять. Цифторолин. Прекрасный препарат для лечения вне больничной пневмонии. Имеет высокую бактерицидность, безопасность, которая характерна для бета-лактамов. Прекрасно работает против МРЦА. Но, к сожалению, если речь идет о бета-лактамазе расширенного спектра действий, его активное применение может увеличивать количество применений всех остальных цифролоспоринов этой группы. Таким образом, в настоящий момент мы его для себя видим как препарат резерва при лечении тяжелых запущенных инфекций кожи мягких тканей, либо препарат для лечения вне больничной пневмонии. Я уже говорил о том, что МПК-венкомицин у пациентов с МРЦА-инфекцией неуклонно возрастает. А золотистый стафилококк в то же время является ведущей причиной развития инфекционного эндокардита с разрушением клапанов и с высокой летальностью. Это независимый фактор риска летального исхода, по данным наблюдения, в течение года по ни одному исследованию. В данном случае целесообразно использовать именно бактерицидные антибиотики, поскольку необходимо быстрое уничтожение бактерий с снижением вероятности рецидива инфекционного процесса или развития резистентности. Это прежде всего эндокардит, менингит, остеомиелит, инфекции пациентов нитропении при тяжелых инфекциях, вызванных граммоположительной флорой. Необходимо, при том, что у пациентов есть центральные катетеры, имплантируемые устройства, такие как и баллон для нутриотальной, баллоны к антропульсации, если речь идет о кардиохирургии, ЭКМО, любые другие имплантируемые устройства, сосудистые протезы. И в этой ситуации необходимо использовать препарат, который максимально активно работает в биопленках. И в данном случае одним из, наверное, самых эффективных препаратов является дептомицин. У нас неплохой опыт применения этого препарата. Мы его используем при правосторонних эндокардитах с развитием энцислен резистентного стафилококковой инфекции. Здесь клинический пример. Пациент 62-х лет, который проходил лечение в отделении кардиологии с диагнозом гиллитационной кардиомиопатии. Пациент с множественной сопутствующей патологией, с крайне низкой фракцией выброса в активном листе ожидания на эксплуатацию сердца. Больному был имплантирован кардиовертер-дефибриллятор. И для профилактики использовался цифазолин. На седьмые сутки после операционного периода у пациента явные признаки инфекционного процесса, признаки системной воспалительной реакции, повышение протоклицитонина. Выявлена единичная колеблющаяся вегетация на трехстворчатом клапане, на транспищеводном эхо. При этом УЗИ исследований и пальпаторный осмотр не выявили признаков наглоения ложа стимулятора. По данным микробиологического исследования МРСА, при этом промежуточная чувствительность к манкомицину. Мы назначили дептомицин в дозе 6 мг на килограмм и получили хороший эффект. У данного пациента крайне важно было не деимплантировать это устройство, и терапия дептомицином на такую возможность дала. Хорошие результаты при бактериемии и аллергии на пенициллины. Бактериемия МРСА пациентки 59 лет с диагнозом аденокарцинома желудка выполнена субтотальная резекция желудка с лимфодиэксекцией. Антибактериальная профилактика за 30 минут до операции был ампициллинсульбактан. Затем на первые сутки после операционного периода по 1,5 г 3 раза в сутки. Интероперационно выполнена категоризация правой подключичной вены с установкой двухпросветного катетера без осложнений. На третьи сутки приведена из отделения реанимации в стабильном состоянии. Затем на пятые сутки после операционного периода высокая лихорадка, покраснение, отек и мутное по цвету отделяемое из мест состояния подключичного катетера. Повышение уровня пакальцитонина и мы получили посев МРСА. Удалили катетер. Начата антибактериальная терапия дептомицином. И на фоне проводимой терапии состояние пациентки также улучшилось. Уменьшились воспалительные явления в области состояния подключичного катетера. Затем получили стерильный посев крови. И пациентка была выписана. В кардиохирургическом стационаре терапия вторичного протезного эндокардита, при котором выделяется метициленорезистентный стафилококк. Это особая, очень важная задача. Пациент 72 лет поступил в стационар с диагнозом приобретенный порог артального клапана, артальный недостаточный в третьей степени, состояние после протезирования артального клапана биопротезом за 2 месяца до госпитализации. При поступлении тяжелое состояние, одышка, остыния, выраженная сердечная недостаточность, гидроторокс, высокая лихорадка. Повышение уровня пакальцитонина до 9 на грамм в миллилитре. При проведении транстракального и транспищеводного эха выявлен вторичный протезный эндокардит артального клапана. В анализе крови МРСА пациент находился в отделении реанимации. Антибактериальная терапия дептомицином на фоне проводимой терапии состояние пациента улучшилось, снизился прокальцитонин. И все это позволило в дальнейшем выполнить репротезирование артального клапана биопротезом, и пациент поправился. Пациент 21 года, вы видите на этом слайде, это бивентрикулярное устройство X-Core. Пациент с критичным уровнем сердечной недостаточности, ему имплантирована была эта система по жизненным показаниям на фоне начинающегося бактериального сепсиса инвазивного кандидоза. На третьи сутки пришлось заменить правый насос этой системы на фоне тромботических наложений, на мембране насоса. И затем тяжелый септический процесс, сопровождающийся высокой лихорадкой, лейкоцитозом, и абсолютная полная невозможность деимплантировать это устройство, поскольку это аналогично было летальному исходу. Бактериологические исследования выявили эпидермальный стефилококк и шерихия колли из крови. Мы начали терапию линозолидом в сочетании с импинемом. Много чего перенес этот пациент, пока мы не подключили к терапии доптомицин в сочетании с импинемом. Затем пациент продемонстрировал признаки инвазивного кандидоза. Мы подключили противогрибковый препарат, в данном случае это был каспофунгин. И пациент поправился, впоследствии данному пациенту была выполнена трансплантация сердца. В инкомицин лечения стефилококковой пневмонии в настоящий момент, по данным нескольких исследований, ассоциируется с высокой летальностью. На сегодняшний момент пневмония, вызванная стефилококком, не должна лечиться, если есть какая-то минимальная возможность в инкомицине. Наряду с другими препаратами необходимо помнить о том, что есть новая группа антимерса антибиотиков полусинтетических, либо гликопептиды. В настоящий момент одним из препаратов, который есть на рынке и может помочь в этой ситуации, это телованцин. Достаточно быстрый эффект среди других антимерса препаратов при назокомиальной пневмонии. Достаточно значительно большее бактерицидное действие, чем в инкомицине и лензолит модели пневмонии, вызванной МРСА инфекцией. Теперь перейдем к грамм отрицательной флоры. Прежде всего, конечно, речь идет об абдоминальной хирургической инфекции. Понятно, что антибактериальная терапия должна быть неотложна после установления диагноза абдоминальной инфекции, не дожидаясь результата биологического исследования. Отстрочка в назначении адекватной имперической терапии ухудшает прогноз. Когда речь идет о лечении вторичного перитонита и третичного перитонита, который является принципиально другим состоянием, чем вторичный послеоперационный перитонит, используются те же принципы, о которых я говорил, упоминая о стратификации риска. Выделяется 4 терапевтические группы. Это вне больничной инфекции, это вне больничной инфекции у больных с факторами риска резистентности, назокамиальной инфекции и тогда, когда мы имеем дело с отсутствием эффекта антибактериальной терапии, плюс факторы риска инвазивного кандидоза. То есть, по сути, это своя стратификация риска для интраабдоминальной инфекции. И в зависимости от того, с какой группой мы имеем дело, назначаются соответствующие антибактериальные препараты. Мы видим режим антимикробной терапии вне больничной абдоминальной инфекции при наличии факторов риска. Это или ртопенем, или пиперцелинтазобактам, или цифоперазонсульбактам, либо цифипин в сочетании с медронидозолом в зависимости от локального микробиологического пейзажа и возможностей вашего стационара. Когда же речь идет о антибикробной терапии послеоперационного перитонита и абсцесса, используются карбопенемы, в том числе и прежде всего второй группы, пиперцелинтазобактам, как правило, в составе комбинированной терапии, цифоперазонсульбактам и различные комбинации. При высоком риске метициленорезистентного стафилокока дополнительно назначается ванкомицин или линозолит. Комбинированная терапия применяется в случае, когда речь идет о тяжелом сепсисе с септическим шоком, инфекции на фоне нитропении, когда речь идет о полипанрезистентной флоре, когда высока резистентность идеологической роли анаэробов, МРСА, энтерококов, возникновение вторичных очагов инфекции, связанных с закамиальным инфицированием. И так, как я уже говорил, когда речь идет о целевой терапии, синигнойной палочки и ацинетобактер баумани. Вот на этой схеме, которая представлена профессором Яковлевым, она внешне кажется достаточно сложной, но на самом деле она абсолютно логична. Я не буду долго на ней останавливаться, учитывая то, что желающие презентацию могут скачать. Мы видим, что во всех ситуациях существуют схемы, которые позволяют снизить летальность, насколько это возможно, и не существует абсолютно без ситуации, где нет выхода. Я уже упоминал по поводу ртепенема, который в нашей ситуации, в нашем конкретном отделении, мы используем стартовой эмпирической терапии у пациентов второй и третьей А-группы. И мы видим, что и в лечении перитонита мы можем в составе комбинированной терапии его использовать и даже при третичном перитоните. И этот препарат вполне может использоваться при вторичном перитоните. Большое значение, как я уже говорил, когда говорил о венкомицине, имеет значение определение минимальной подавляющей концентрации, прежде всего, когда речь идет о терапии карбопенемами. Не имея возможности детектировать карбопенемазы, мы можем зачастую ориентироваться по минимальной подавляющей концентрации, с какими карбопенемазами мы столкнулись. Если речь идет о МПК по Миранему до 16, с высокой степенью вероятности мы можем предсказывать серийновые карбопенемазы, и тогда мы можем работать с большими дозами карбопенема в составе комбинированной терапии. Если же МПК превышает 8 или 16, тогда неуспех терапии карбопенемы практически обязателен, и тогда приходится использовать схемы без учета использования карбопенемы. Мы видим на этом слайде видовой состав изолятов теробактерий, продуцирующих известные карбопенемазы. Достаточно большой набор. В нашем центре, к сожалению, мы сталкиваемся и с такими механизмами, когда есть одновременно и серийновые, и металлокарбопенемазы, и это, конечно, усугубляет течение инфекции и ухудшает условия терапии. В целом, когда речь идет о полипанрезистентной флоре, существует возможное использование так называемых новых антибиотиков, новых схем, когда речь идет о высокодозной терапии антисинегнойными карбопенемами в сочетании с гигациклином. И второе рождение получили антибактериальные препараты, которые были известны еще практически с 60-х годов, но в новых схемах они нашли свое место, и без того же колестина на сегодняшний момент невозможно лечить панрезистентную флору. Антибикробные препараты, которые могут сохранять активность в отношении к рибопенеморезистентных штормов грамм отрицательных бактерий. Это, конечно, тигациклин, который работает со всей группой резистентных антеробактерий, в том числе в какой-то степени социнетобактер баумани, но совершенно неэффективен при синегнойной палочке. Это полимексины, полимексин B и полимексин E, которые могут воздействовать на все группы штаммов микроорганизмов, здесь упомянутых. Это фосфомицин, который работает с антеробактериями, с синегнойной палочкой. Это сульбактам, который может быть эффективен при терапии оцинетобактерной инфекции. Одна из схем, которые предложены профессором Бассетти из госпиталя в Италии, в городе Удины, смысл демонстрации этих схем в том, что при каждой ситуации, когда нам известна минимальная подавляющая концентрация, существуют определенные возможности. При МПК кмиранемы меньше 16 используется полимексин E-клистин в сочетании с тегоциклином, в сочетании с высокими дозами Миранемы. При МПК кмиранемы больше 16 используется клистин с тегоциклином и аминогликозином геттомицином, мы чаще используем аммигацием. Если энтеробактерия чувствительна к тегоциклину, можно ли всех лечить тегоциклином? Этот вопрос, который на сегодняшний момент достаточно для нас актуален, прежде всего в контексте доз, применяемого тегоциклина. Если речь идет об инфекции кожи и мягких тканей, при интраминальных инфекциях, безусловно, необходимо, я бы не ставил даже здесь знак вопроса, его комбинация с другими препаратами, но мы имеем возможность использовать те дозы, которые предложены в инструкции. Если же у пациента назокомиальная пневмония либо инфекции мочевыводящих путей, мы вынуждены, по согласованию с клиническим фармакологом, оставив соответствующую зависть в истории болезни, увеличивать стартовые дозы тегоциклина и, безусловно, комбинировать его с другими антимикробными препаратами. Зачастую сталкиваешься с тегоциклинорезистентной инфекцией, тогда переходит на лифампицин в дозе 10 мг на килограмм в сутки, сталкиваешься, хотя, к счастью, крайне редко, с колистинойрезистентной инфекцией, и для лечения данных инфекций также имеются соответствующие схемы. Лечение инфекции, вызванной оценетобактера баумани, и при бактериемии, и инфекции верхних дыхательных путей ключевую роль имеет колистин. К сожалению, в Российской Федерации мы колистин Е имеем только в ингаляционной форме, используется нами в основном полимиксин B, который есть у нас во внутривенной форме, но у крайне тяжелых пациентов, опять же, решением врачебного консилиума, мы использовали внутривенный колистин, ингаляционный колистин во внутривенной форме и получали неплохие результаты. Таким образом, так называемые старые препараты, которые уже давно на рынке, в использовании кипинемрезистентных штабов, это гигациклин, это полимиксин и колистин и полимиксин B, это фосфомицин, это сульбоктам, которые в нашем стационаре работают не очень хорошо, но есть ряд стационаров со своим локальным мониторингом, где сульбоктам работают неплохо, это эцефоперозон сульбоктам, и даже эпицелин сульбоктам, и это амикоцин. В перспективе это новые бета-локтамы, не аугликозиды. Целенаправленная терапия инфекции вызвана полипанрезистентной клепсилой пневмонии. Мы видим, что если есть возможность проводить детекцию карбопенемаз, то тогда эта терапия сразу становится сверхэтиотропной. Если же мы ориентируемся по МПК, то эта терапияэтиотропная, но схемы, представленные здесь, имеют абсолютную актуальность. Фосфомицин. Этот препарат также получил у нас второе рождение на сегодняшний момент. Мы его активно используем в схемах антибактериальной терапии при полипанрезистентности, когда речь идет о синегнойной палочке, когда речь идет о клепсилой пневмонии, и дозы используемых препаратов не должны быть менее 12-16 грамм в сутки. Неуспех терапии в комбинации, где используется фосфомицин, зачастую связан с тем, что фосфомицин, как и многие другие антибиотики, недодозируется. Еще одна терапия, которую можно по сути сравнить с терапией отчаяния, это двойная терапия корбопенемами при инфекции, вызванной корбопенем-резистентными штаммами клепсилы пневмонии. Это эртопенем в сочетании с дорепенемом. Эртопенем предпочтительно гидролизируется корбопенемазом и по сути используется так называемый суицидальный эффект. Мы видим на этом слайде результаты двойной терапии корбопенем при инфекции, вызванной клепсилой пневмонии, нечувствительность к корбопенемам. Опыт в мире достаточно небольшой. Есть уже соответствующая терапия. И на нашем опыте мы уже использовали такую терапию у пациента нейтропенического после трансплантации сердца. Когда на пятые сутки пациент продемонстрировал гнойный характер мокрота, двустороннюю полисегментарную нижнедалевую пневмонию, терапия меропенемом была по сути неэффективна, была высокая резистентность. Пациента пришлось на девятые сутки перевести на ИВЛ, трахеостомировать, нарастали явления полиорганной недостаточности, отрицательная динамика по компьютерной томографии, и мы в качестве терапии отчаяния назначили двойную терапию, когда мы эртопенем инфузировали 1 грамм за 3 часа, а затем меропенем в высоких дожах 6 грамм в сутки в сочетании с тигдоциклином. И у этого пациента после того, как удалось справиться с бактериальной инфекцией, присоединилась грибковая инфекция, мы использовали один из эхиинокандинов, каспофунгин, и результат был положительный. Не могу сказать, что мы всем рекомендуем такую терапию на сегодняшний момент, но еще раз то, что я хотел сказать, прошу прощения, это то, что не бывает безвыходных ситуаций. Всегда что-то надо предлагать, думать о соответствующей терапии, и решение врачебной комиссии с клиническим фармакологом, с администрацией можно очень многие даже имеющиеся в инструкции ограничения преодолевать. Большое очень значение имеет использование альтернативных способов доставки препаратов. Там, где речь идет об инфекции нижних дыхательных путей с синегнойной палочкой, мы активно используем тобрамицин, и когда речь идет о назокомиальной пневмонии, вызванной клепсилой пневмонии, мы обязательно используем ингаляционный колистин. Эффективность подобной терапии, кроме нашей практики, естественно подтверждены метаанализом нескольких исследований, и на сегодняшний момент для нас это уже рутинная практика. Новые препараты, которые активны в отношении полирезистентных граммоотрицательных патогенов, мы ждем на рынок цифтолазанта забактан, мы дождались и надеемся скоро применить цифтезидим авибактан, остальные препараты пока в режиме ожидания для нас. Цифтолазана тазобактан. Речь идет о лечении осложненных интерабдоминальных инфекций и инфекций мочевыводящих путей, пока идет исследование третьей фазы. Основной плюс этого препарата, это наиболее высокая среди всех беталактамов, активность в отношении синегнойной палочки. То есть с нами он позиционируется вот в этих ожиданиях лечения полипанрезистентной синегнойной палочки, там где с ней трудно справиться. И цифтезидим авибактам, это комбинация цифалоспорина третьего поколения с авибактамом, новым небеталактамным ингибитором беталактамаз. И мы связываем свои надежды в подавлении активности беталактамаз, включая сериновые карбопенемазы, то есть это прежде всего окса-48, и КПС, когда речь идет о клипсилопневмонии. Показаниями для нас будут осложненные интрабдоминальные инфекции, применять совместно с метронидозолом. Это осложненные инфекции мочевыводящих путей, включая эпилонефрит, на зокомиальной пневмонии. И особенно важно для нас вот это вот четвертое показание, когда препарат одобрен для использования у пациентов с инфекциями, вызовами аэробными отрицательными патогенами, при которых выбор методов лечения ограничен. То есть лечение в безвыходных ситуациях. Таким образом, вот эта вот схема, которая предложена в 2016 году, и она будет у тех, кто скачает эту презентацию, и упомянутые мной препараты, когда речь идет о терапии КПС, и уже есть здесь с автозидим-авибактам. И предложен с автозолазан тазобактам при лечении мультирезистентной синегнойной палочки. Спасибо большое за внимание. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Плохо спите? Слушай, ну это просто ужас. Примите валимидин с валерьяной, пустырником, боярышником, мятой и усиливающим их компонентом. Тащи! О, вот это да! Валимидин! Здравствуйте, уважаемые коллеги! К трансляции присоединяется модератор. Онлайн-семинар аккредитован в программе непрерывного медицинского образования. Специальности целевой аудитории демонстрируются на слайде. Напомню, условия получения кредитов НМО. Вам нужно участвовать в трансляции не менее 90 минут и дать правильные ответы минимум на 3 из 5 вопросов, подготовленных Вадим Ефимовичем по материалам лекции. В случае выполнения обоих условий начисление кредитов произойдет через 14 дней после завершения онлайн-семинара. Вы получите уведомление по электронной почте и код подтверждения образовательной активности будет находиться в ваших личных кабинетах в разделе «Онлайн-семинары», «Статистика». Сейчас инженер-трансляция открыл доступ к системе тестирования. На ваших экранах появился зеленый баннер. Нажав на него, вы перейдете к вкладке с контрольными вопросами. В верхнем левом углу окна вы видите таймер обратного отсчета времени. На ответы на тесты вам отводится 15 минут. Напоминаю, что к каждому вопросу вам нужно выбрать один правильный ответ. Список вопросов отображается на ваших экранах не полностью. Для того, чтобы увидеть вопросы, находящиеся далее, вам нужно поднять страницу вверх, покрутив на себя колесико мыши или передвинув ее пальцем на экранах мобильных устройств. Когда вы ответите на вопросы по теме семинара, пожалуйста, оцените удовлетворенность с содержанием семинара по пятибалльной шкале. 5 – это максимальная оценка. После этого у вас подсветится синим цветом. Кнопка «Готово». Ее нужно нажать, чтобы отправить результаты теста. Мы желаем вам успешного прохождения тестирования и переходим к ответам на ваши вопросы. Я бы в первую очередь с удовольствием бы ответил на вопрос Людмилы Киселевой. Как относиться к широкому назначению антибиотиков при ОРВИ педиатрами амбулаторного звена? Мне кажется, этот вопрос максимально актуален, потому что я не работаю постоянно в педиатрической практике, но в общении со своими коллегами, которые работают в детской кардиохирургической реанимации, и которые сталкиваются даже значительно чаще, чем мы, работающие со взрослыми пациентами, с тем, что эмпирическая антибактериальная терапия у этих пациентов, пациентов самого младшего возраста, неэффективна. Максимальное ограничение использования антибактериальных препаратов при ОРВИ педиатрами амбулаторного звена должна быть всячески поддержана на государственном уровне. На сегодняшний момент, мне кажется, что назрело уже такое жесткое ограничение продажи антибактериальных препаратов в аптеках, в особенности, когда речь идет о педиатрической практике, чтобы не было никакой, ни малейшей возможности купить этот антибиотик, так как это сейчас в Соединенных Штатах Америки и в странах Западной Европы. Я считаю, что это крайне важно. — Спасибо большое. Вопрос Андрея Константиновича. Уважаемый Вадим Ефимович, какие антисептики для обработки рук по вашему опыту наиболее эффективны и одновременно подходят для многократного применения персонала в течение дня? — Спасибо большое, Андрей Константинович. Я могу сказать, что в нашем учреждении закупаются эти антисептики. У нас занимается этим старшая сестра. Вот прямо сейчас у меня вылетело из головы это название, к сожалению. Я с удовольствием оставлю в конце нашей презентации свою электронную почту и на все вопросы, которые не смогу сейчас ответить в силу времени недостатка или в силу того, что я не готов прямо сейчас на них ответить, я с удовольствием отвечу при личном общении по электронной почте. — Спасибо. Следующий вопрос аналогичен и касается антисептика для обработки кожи. Также оставим его для общения по электронной почте, да? — Да. — Вопрос Дмитрия Николаевича Гущина. Добрый вечер, Вадим Ефимович. Сколько времени могут находиться периферические центральные венозные катетеры у пациента? — Уважаемый Дмитрий Николаевич, на сегодняшний момент в нашей практике мы, по сути, не ограничиваем время пребывания современных центральных венозных катетеров у пациента, если нету явных признаков воспаления. Необходимый ежедневный осмотр не только перевязочной сестрой, но и, естественно, чтобы это был врач-анестезиолог-реаниматолог или врач-хирург. В отсутствии ярких признаков инфекционного процесса венозный катетер центральный не меняется. Если этот катетер был поставлен в экстренных и не совсем стерильных условиях, например, на фоне проводимых реанимационных мероприятий, такой катетер должен быть заменен, как только есть такая возможность, но не позднее, чем через 48 часов. В условиях использования полупрозрачных пленок, в условиях использования современных методов обработки катетер может стоять достаточно долго. В нашей практике это и 3, и 4 недели. Если речь идет о замене катетера, он обязательно должен быть сменен не по проводнику. То есть должен быть установлен новый катетер? Новый катетер, но не по проводнику. Должен быть новая пункция, и после дингера установлен новый катетер. Спасибо. Пишет Юлия Вячеславовна. Сейчас базово работаем двумя группами антисептиков. Поверхностно-активное вещество, спиртосодержащее, чаще хлоргексидин или аналоги, иногда йод, содержащие водные растворы, йоденол, йодопирон. Какие принципиально новые группы антисептиков еще можете порекомендовать? И второй вопрос. У нас БАК-лаборатория, это, к большому сожалению, не наша структура. Подразделение центрального городского центра, видимо, санэпиднадзора, выдающие нам результат посева через 3-5-7 дней. Они не заинтересованы развиваться, в кавычках. Больница и так им оплачивает услуги. Какие тест-системы сегодня используют в выявлении микробного возбудителя? Уважаемая Юлия Вячеславовна, мы тоже работаем с двумя группами антисептиков. Что-то принципиально новое предложить я сейчас пока не могу. Второй вопрос по поводу БАК-лаборатории, это вопрос очень важный и, по сути, принципиальный. Существует два пути. Первый путь – это работа с той БАК-лабораторией, которая есть и максимальное ее развитие. Но если речь идет о небольшом стационаре, либо если речь идет о, допустим, небольшом городе, где в каждом стационаре совершенно нерационально содержать лабораторию, тогда это некая реферсная лаборатория, которая максимально хорошо оснащается, и, естественно, возникают проблемы по поводу коммуникации с этой лабораторией. По нашему опыту, по моему личному опыту, даже если хорошая, полностью оснащенная БАК-лаборатория находится в вашем центре, она находится, по сути, на нескольких этажей просто ниже или выше, чем ваша реанимация, если не налажен личный контакт с заведующим отделением или клинического фармаколога с специалистом, который занимается именно вашей реанимацией или, допустим, вашим стационаром, задержки как раз результата возможны абсолютно парамедицинским причинам. Бактериологи должны быть максимально мотивированы к максимально ранней выдаче результатов, в том числе не только материально, за счет того, что должна быть конкуренция при наборе таких сотрудников, но и эти специалисты должны вовлекаться в клинические разборы, они должны быть мотивированы к получаемому результату в виде хорошего лечения пациентов. Именно когда я говорил о создании мультидисциплинарной команды, в этой составе этой мультидисциплинарной команды обязательно должен быть бактериолог. На сегодняшний момент плотное взаимодействие между клиницистами и бактериологами является главным залогом успеха. Тест системы, сегодня использующиеся в выявлении микробного возбудителя, их много. Главное, что традиционно используемый дискодиффузионный метод уже отошел в сторону. Мы используем ИТ-тесты, ИТ-тесты, мы используем масс-спектрографию, то есть на сегодняшний момент это очень денежно-емкое дело, БАК-лаборатория. Но по западному опыту каждый доллар или каждый рубль, который вложен в БАК-лабораторию, выканосит 10 долларов или 10 рублей в лечение пациента. Спасибо. Елена Александровна благодарит Вас за лекцию. Огромное спасибо за важнейшую тему. И пишет, врачи опасаются деэскалации как потенциальной причины юридических проблем в случае безуспешности лечения и жалоб пациентов. Мысли по принципу, чем шире спектр антибиотика, тем спокойнее за себя и пациента. перекроется весь спектр. Скажите, пожалуйста, каким образом сформировать ограничения по назначению отдельной группы антибиотиков в формуляре, не ущемляя права пациентов по стандартам и перечню жизни необходимых важнейших лекарственных препаратов? Уважаемая Елена Александровна, спасибо большое за оценку актуальности темы. Я абсолютно с Вами согласен. И дело даже не в том, что врачи обсуждаются как таковой деэскалацией. Врачи опасаются ранней отмены антибиотикопрофилактики, врачи опасаются неназначения комбинированной терапии при тяжелых инфекционных процессах, там, где даже нет к ней показаний. Единственный, с моей точки зрения, путь это административное ограничение сверху и образование врачей, которое должно проходить неуклонно, ни в коем случае не ущемляя возможности врача в рамках имеющихся у него прав. Но административное ограничение по назначению антибактериальных препаратов, когда речь идет о обязательном участии клинического фармаколога, в том числе и выходные дни, принятие решений совместно с заведующим отделением, то есть ограничение, к сожалению, это практически единственный путь. И на фоне этого должны идти обязательные образовательные программы в каждом учреждении с тем, чтобы врачи понимали, если каждому пациенту назначить линозолит с меропинемом, то через полгода, через год лечить будет просто нечем. Спасибо. Еще один вопрос Андрея Константиновича. Уважаемый Вадим Ефимович, какой антибиотик Вы рекомендовали бы для стартовой эмпирической терапии вне больничной пневмонии у только что госпитализированных пациентов? Спасибо, Андрей. Константинович, безусловно, когда речь идет о вне больничной пневмонии, существует целый ряд протоколов по лечению вне больничной пневмонии, но на сегодняшний момент выбор того или иного антибиотика в значительной степени определяется факторами риска выделения назокомиальной флоры у только что госпитализированных пациентов, то есть факторе риска. Это должны быть совершенно разные схемы, когда речь идет это молодой пациент первой группой, если вы вспомните стратификацию риска, которую я демонстрировал, это вполне может быть и вторхиналоны в сочетании с макролидами, это может быть и цифалоспорины, но если речь идет о пациентах, которых есть высокий риск выделения назокомиальной флоры, полирезистентной флоры, тогда на первый план выходит карбопинем первого типа, эртопинем, выходит цифторолин, таким образом должен быть индивидуальный подход не только с точки зрения, что из себя представляет этот пациент, с точки зрения тяжести пневмонии по различным шкалам и оценкам, по тяжести его дыхательной недостаточности, но и в том числе по риску выявления у этого конкретного пациента именно назокомиальной флоры в первые 24-48 часов пребывания стационарной. Спасибо большое. Валерий Викторович пишет скорее комментарий, но комментарий довольно интересный. Вывод. Хирургические инструменты нестерильны, белье нестерильно, катетеры нестерильны, системы переливания аппарата искусственного прообращения нестерильны, помещения не проветриваются, не включают ультрафиолетовые облучатели, а помещения не моются антисептиками. Одноразовые маски зеленого цвета на резиночках не фильтруют выдыхаемый воздух. Воздух беспрепятственно выходит по бокам маски. Доза антибиотика неадекватна. Поставьте отдельный пост медсестры, а она руки не моет, потому что у нее зарплата маленькая. Как иначе? Больничная инфекция попадает в организм пациента. Статистические исследования бесценны, но не дают правильных и очевидных выводов. Вадим Ефимович, наверное, ваши медицинские сестры получают такую же зарплату как медицинские сестры в большинстве лечебных учреждений России. Как вам, руководителю медицинского коллектива уже с многолетним стажем, опытом, удается все-таки мотивировать персонал к выполнению мер асептики, антисептики? Я присоединяюсь к озабоченности Валерия Викторовича и, безусловно, если не делать ничего и руководствоваться принципом чем хуже, тем лучше, а, к сожалению, вот такой подход иногда бывает в тех учреждениях, где нету вот этого что ли, девиза давайте делай, что должно и будь, что будет, такая ситуация достаточно часто. Вопрос решается следующим образом. Во-первых, это длинная работа. невозможно изменить мотивацию медсестры как и мотивацию врача за один день или даже за один месяц. Заработная плата заработной платой, но я не встречал еще людей, которые работают в медицине, которые являются осознанными злодеями и которые хотели бы причинять больным вред. Если создать в отделении определенный микроклимат, когда ты понимаешь, что чем быстрее поправляются пациенты, тем меньше на самом деле у сестер работы за счет того, что пациенты оперируемые в плановом порядке не будут задерживаться и не будут создавать так называемый трижды, поставлю это в скобки, в кавычки слово валежник, то тогда, если это на многих примерах доказывать медсестрам, тогда они будут пользоваться и перчатками, и антисептиками. То же самое касается и врачей. Ситуация облегчается за счет того, что, как во многих лечебных учреждениях, не менее половины сестринского коллектива это студенты. Если студент приходит на свое рабочее место только чтобы отбыть роль, и ему неинтересно, он не будет выполнять свои служебные обязанности, так как это положено в том числе с точки зрения соблюдения антисептики. Если же пребывание студентов на дежурстве в отделении анестезиологии и реанимации это важнейшая часть его учебного процесса, как доктора, который приобретает опыт на этом рабочем месте и мотивировать его подобным образом, они соблюдают все это лучше, чем опытные сестры. Вот у меня такой вот подход, если позволить. Спасибо большое. Татьяна Александровна спрашивает, как Вы относитесь к расширению вакцины профилактики различных инфекционных агентов, в частности пневмококковой инфекции, гемофильной палочки и прочее? Татьяна Александровна, к сожалению, могу сказать, что вакцина профилактика не является частью моей профессиональной компетенции. Могу сказать, что пока убедительных данных в литературе, которые убедили меня в пользу расширения вакцины профилактики таких инфекционных агентов, которых Вы упомянули, я с такой литературой пока не столкнулся. Возможно, в будущем такие исследования докажут правоту этой тезы. пневмококковой сейчас говорите, наверное, о взрослых, которых не коснулись еще в популяционном масштабе программы вакцины профилактики пневмококковой инфекции. На Западе существуют уже убедительные доказательства пользы профилактики пневмококковой инфекции. И пневмококковые вакцины сейчас рекомендованы группам риска, в частности, пожилым пациентам, пациентам с иммунодефицитами. И участникам я могу рекомендовать обратиться к записи онлайн-семинара профессора Сусанны Михайловны Харид, которая является главным специалистом Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга по вакцинопрофилактике. В этом году состоялась онлайн-трансляция. Запись доступна в ваших личных кабинетах. Светлана Валерьяновна пишет великолепная лекция. Спасибо большое, Вадим Ефимович. большое. Город Чебоксары. Александр Леонидович спрашивает, как вы поступаете при выделении панрезистентных штаммов? Какой выход? Назовите несколько наиболее рациональных, по вашему мнению, комбинаций антибактериальных препаратов. Заключительная часть вашей лекции, Вадим Ефимович, была посвящена именно этому вопросу. Может быть, повторите еще раз. Я постараюсь очень коротко, Александр Леонидович. Выделение панрезистентных штаммов, естественно, подразумевает комбинацию, точно так же, и, как я уже говорил, выделение сидегнойной палочки, всегда это как минимум два препарата. И ацинетабактер бумани всегда это как минимум два препарата. На сегодняшний момент, если выделяется панрезистентный штамм с минимальной подавляющей концентрацией к Миранему меньше 16, а наша лаборатория к счастью дает нам эту возможность, мы строим нашу терапию на основе высоких доз карбопенемов, имепенема или меропенема, в сочетании, если речь идет о клипсиевой пневмонии с тигациклином, если это панрезистентный штамм, в сочетании с теми или иным полимексином. Если речь идет о синегнойной палочке, то тогда это также терапия сочетания карбопенемов, в сочетании с аминогликозином или ципрофлоксоцином и или с фосфомицином. Опять же использование полимексина в зависимости от локального микробиологического пейзажа, потому что даже панрезистентность в разных стационарах определяется разными механизмами резистентности и, соответственно, разные схемы по-разному работают в разных стационарах. Здесь необходим определенный опыт терапии таких штаммов, инфекций, вызванных такими штаммами. Спасибо большое. Раил Рамильевич пишет. Добрый вечер. При назначении антибиотиков у больных с острым почечным повреждением или хронической болезнью почек учитываете ли вы скорость клубочковой фильтрации при назначении антибактериальной терапии? Спасибо, Раил Рамильевич, за вопрос. Безусловно, мы те антибиотики, которые дозируются с учетом почечного повреждения, мы учитываем скорость клубочковой фильтрации, в утреннем анализе мы всегда получаем эту цифру и в этих сложных случаях всегда вместе с клиническим фармакологом подбираем дозы либо руководствуемся соответствующими инструкциями. Там, где это возможно, при наличии острого почечного повреждения либо проведении заместительной почечной терапии, мы стараемся подключить те препараты, которые не дозируются с учетом почечной недостаточности. Наиболее характерный пример, то есть, если у нас есть выбор между назначением ванкомицина или линозолида, в этой ситуации мы всегда предпочтем линозолид, потому что он не дозируется не только за счет потенциальной нефротоксичности ванкомицина, но в том числе не нужно дозировать линозолид, мы всегда получим эффективную дозу. Спасибо большое. Позвольте, я возьму на себя комментарий Валерия Викторовича, он благодарит вас за лекцию и пишет, мне как хирургу-стоматологу не всегда понятно огромное количество сокращений аббревиатур, безусловно, понятных для врача-реаниматолога, нельзя ли почаще их расшифровывать. Уважаемый Валерий Викторович, уважаемые участники, Вадим Ефимович любезно предоставил конспект своей презентации, он доступен для скачивания на странице семинара и сейчас, и после его завершения, ко всем сокращениям на том или ином слайде приведены расшифровки, вы можете с ними познакомиться. Следующий вопрос поступил от Василия Викторовича. Ц-реактивный белок соответствует прокальцитонину? Василий Викторович, ну, безусловно, есть высокая корреляция, более того, в настоящий момент мы для себя определились согласно последним обновлениям программы борьбы выживания при сепсисе, роль прокальцитонина в настоящий момент сводится по сути к контролю антибактериальной терапии. То есть динамика прокальцитонина говорит о том, эффективна ли проводима антибактериальная терапия. То есть прокальцитонин не обязательно брать рутинно, ежедневно или даже часто. Мы в нашей практике пользуемся ц-реактивным белком и берем его ежедневно, а иногда при тяжелых инфекциях либо при быстром развитии инфекционного процесса по сути иногда даже каждые 12 часов. Корреляция безусловно есть и она позволяет нам перейти к точечному назначению прокальцитонина теста. Спасибо большое. Светлана Александровна, огромное спасибо, Вадим Ефимович. Ценность вашей лекции колоссальна. Думаю, в системе НМО аудитория сегодня должна была быть всеобщей для всех специальностей. И вопрос. Какие современные противогрибковые препараты вы используете чаще всего? Светлана Александровна, я, к сожалению, за недостатком времени не уделил внимания проблеме инвазивного кандидоза в условиях, когда, прежде всего, мы лечим неимунно скомпрометированных пациентов, даже включая ближайший послеоперационный период после трансплантации сердца, поэтому чаще всего мы, безусловно, сталкиваемся с кандидозной инфекцией. На сегодняшний момент флюканазол, который максимально часто применяется при лечении грипповых инфекций, к сожалению, начинает отходить на задний план в связи с высокой резистентностью к флюканазолу. Не менее 40-50% выделяемых кандид у нас сейчас это не кандида альбиканс, а так называемый нон-альбиканс инфекции, и поэтому мы вынуждены, несмотря на их стоимость, все чаще и чаще применять эхинокандины, которые представлены тремя совершенно одинаково эффективными препаратами со своими плюсами и минусами, но тем не менее имеющими класс доказательности А, каждый из них это анидулофунгин, это каспофунгин, это микофунгин. Группа эхинокандинов прежде всего. Спасибо большое. Пишет Надежда Ивановна, Уважаемый Вадим Ефимович, скажите, пожалуйста, как проводить профилактику бакэндокардита после протезирования клапанов сердца? Раньше проводилась круглогодичная бицелинопрофилактика. Надежда Ивановна, в настоящий момент после операции протезирования клапанов проводится стандартная антибактериальная профилактика, принятая в сердечно-сосудистой хирургии, и мы используем цифалоспорины второго поколения, цифуроксин, не используем никакие другие препараты. Единственное исключение, это если есть аллергия на цифалоспорины, или у данного пациента высокий риск метицелленорезистентного стафилокопа. Тогда мы рутинно используем ванкомицин. Длительность профилактики не превышает 48 часов, и на этом мы ограничиваемся. Спасибо. Наталья Николаевна пишет, добрый вечер, вопрос по пролонгированному способу введения антибиотиков. За какое время наиболее оптимальность трава неразовой дозы карбопенемов? Спасибо большое, Наталья Николаевна, это очень актуальный вопрос. На самом деле, пролонгированное введение карбопенемов, оно ограничивается стабильностью собственно препарата в растворе. Мы пришли к тому, что по имепенему, по эртопенему и по меропенему мы используем трехчасовые инфузии. Тогда мы можем практически гарантированно считать, что этот препарат в растворе будет стабильным и эффективность не будет снижена. По дорепенему, кстати, это является одним из его конкурентных преимуществ, компания-производитель, мы в этом тоже убедились, декларирует возможность четырехчасовых инфузий. Длиннее инфузий мы не используем, поскольку не можем быть абсолютно спокойны за стабильность препарата в растворе. Большое спасибо. Уважаемые коллеги, время нашей трансляции подошло к концу. Вадим Ефимович, спасибо за интересную, непривычную для нашей аудитории, но, судя по большому количеству отзывов, очень актуальную и необходимую в повседневной работе тему. Уважаемые коллеги, благодарим вас за участие и до новых встреч. До свидания. До свидания.